не уборки. И муж должен считаться с этим. Но будьте умны. Спросите, Григорий, Гриш, может стаканчик чая, а? И не забудьте добавить. Мне это не тяжело. Но если не тяжело, ответите, Григорий, ну, то принеси. И оба счастливы будут. Итак, уступать, дорогие супруги, уступать, не искать правоты. Это ключ во многом к семейному счастью. Уступать, еще раз уступать, еще раз уступать. Если у нас разговор зашел о справедливости, то давайте покопаемся в еще одном интересном аспекте нашей правоты. А справедливо ли распределены роли в семье? Тот, что обязан и должен выполнять. Чья обязанность, например, вынести мусор? Кто подымет упавшую пиджаму? А кто встанет ночью к ребенку? Кто должен оплачивать счета в банке? А покупки? Помидоры. Помидоры. Кто купит? Есть семь семьи, где сразу понятны роли супругов. А есть дома с высоким напряжением в этой пограничной зоне распределения обязанностей. Там часто и очень честно выясняют отношения, кто больше пожертвовал собой во имя семьи. Единственное, может, Григорий перестарался с мусором, а может, Клавдия перенапряглась с посудой. Не честно ведь будет, несправедливо. Ведь каждый из них видит и ценит именно свой личный вклад в родной дом. Вполне возможно, что Григорий полагает, что одним своим присутствием он привносит решающую лепту в семью. А сверхурочная помощь, она гораздо выше среднего у него. А Клавдия? Естественно, что весь дом на ней. Все. А та до я. Ее крупные плечики держат на себе гораздо больше, чем среднестатистическая жена. Поэтому из дома Рабиновича мы услышим оживленную беседу. Григорий открывает счет. Я отпахал целый день. Чаю поднести не можешь? Клавдия парирует. Ты что, ослеп? Я тут третью смену на тебя работаю. Для кого я? Привирай. От тебя ничего не дождешься. Григорий. А кто полку прибил? Клавдия. Криво. Григорий. Это у тебя нос кривой, а моя полка ровная. А кто мусор выбрасывает? Клавдия. А кто сына пеленает? И твой нос не лучше моего. Григорий. А кто эти пеленки купил? На какие деньги? Клавдия. Моя зарплата больше на 17 чекелей. Григорий. Это с премией. А без премии моя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И так началась семейная бухгалтерия. Начинается подсчет личных кладов. То, сколько сделал для семьи. И так это продолжится, пока весь этот бизнес не дойдет до банкротства. И у них на двери, на табличке у этого предприятия, надо будет написать. Дом торговли. Семейство Рабинович. Получился из ихнего дома семейный бизнес. Одна торговля. А ведь могло быть написано дом любви. Дом милосердия. Как избежать споров на эту тему? Как не сводить счеты? Минимум распределить обязанности. Интересно, почему вдруг в этой области возникают проблемы? Раньше в былые времена существовала полная ясность, кто чем занимается. Жизнь была другая. Муж тяжело работал, чтобы и принести копейку в дом. А жена работала тяжело в этом доме, ведя домашнее хозяйство. И никаких недоразумений по поводу чая не возникало. Сегодня же все перепуталось. Непонятно, кто за что отвечает в доме. Передовые идеи либерализма, феминизма с большим успехом перемешали все роли в семье. Порой муж, который должен обеспечить семью, оказывается сам обеспеченным своей женой. Говорят, это очень способствует развитию мужской гордости. Жена в этом доме становится мужем, а муж с женой, но на положении домработника. Соседи рассказывают, что из их окна слышно, что он очень этим доволен. А в другой семье жена недовольна. Вот у подруги Зинки муж моет, стирает, а мой. Все перепуталось. А там, где нет определенных границ, всегда существует борьба и ссоры, где эти границы пройдут. А ведь эти границы, они естественным образом существуют. То есть интуитивно, как правило, мужчина и женщина и стремятся к определенному роду деятельности. А отсюда и распределение обязанностей. Чего бы ни говорили, но женская натура более склонна к дому. Даже если она начальник. Она любит помыть весь дом, но есть исключения. Она любит, что было все чисто, хорошо пахнет. Переставила кресло с одно место в другое. Красиво. Прошлась, посмотрела. Хорошо почувствовала себя. Настроение поднялось. А мужчине скажите, все это надо? Вы видели когда-нибудь, как живет холостяк? Как выглядит изнутри его квартира? Зашли. На входе пачка маргарина. Наступили. Поехали до другой комнаты. Ни одной вещи на своем месте. Все пролито, перевернуто. Постель никогда не застеливается. А для чего? Глупо. Вечером снова разбирать. А зайдет девушка, увидит всю эту картину, прямо ахнет. Тут же все помоет, почистит, расставит. Ой, дом действительно естественным образом принадлежит женщине больше, чем мужчине. А покупки, скажите мне, Кто больше получает удовольствие от покупок? Мужчина или женщина? Вы видели, как мужья покупают туфли? Посмотрел в витрину, позвал продавца, иди сюда. Эти. Померил. Ну как? Нормально. Встал, заплатил, ушел. Свой старый даже забыл в магазине. Заняло три минуты. А теперь вы видели, как женщины покупают босоножки, а? Да, с чувством, со вкусом. Зашли, померили, все что есть, не подходит. Другой магазин, в третий побольше. Все модели перемерили. Из-за коробок ее не видно. И в конце не купила. Знаете, почему не купила? Потому что слышала от знакомой, своей дальнеродственники, что на другом конце города есть магазинчик. Говорят, там получше, подешевле. Какое удовольствие, а? А покупка большая на субботу, рассказал один знакомый. Он был человеком такой умудренным опытом. Поэтому, когда однажды вечером он увидел, что его жена слегка уставшая, он ей предложил поехать в Беркат-Рахель. Беркат-Рахель – это такой супермарк для детишников, где можно все на субботу купить. Так вот, жена нехотя согласилась. По дороге видит, она зевает. Про себя он думает, отлично, лучше быть не может. В таком состоянии закончим чип-чак. Раз, два. Остановили машину. Подошли к двери магазина. И вдруг... ПИМ! Воскрешение измерло. Глаза заблестели. Сон как рукой снег. Так, схвати вон ту тележку. А я эту. Зачем две? На всякий случай. И понесли. Говорит, ты куда на второй этаж? Там только на субботу купить надо. Говорит, там кастрюли. Говорит, у нас есть кастрюли. Говорит, подожди, не мешай. После получаса почувствовал, что коленки сгибаются. Она мне говорит, не ой-ка, сядь, тут и не мешай. Я сел. И вдруг вижу. С другой стороны, еще один сидит. И так слабо приулыбается. Говорит, ты что-то делаешь? Говорит, не бойся, я такой же, как ты. Я с женой пришел. По крайней мере, давай поучимся. Хевруту сделаем. Знаете, два еврея, они... Что же им остается делать, когда они вместе находятся? Учиться. Один из них достал меч на йод. Вся устная тара еврейская, она делится на шесть частей. Шестая часть, она всецело посвящена женщинам. Так и называется седр нашим. Сидели, учились на часах, час пятьдесят минут. Пока из репродуктора они объявили, Внимание, господин Рабинович, подойдите к кассе, вас ждет жена. Да, мы разные. И у каждого свои обязанности в семье. И предпочтительнее каждому заниматься своим делом, и споров не будет. Ну, теперь все тут же скажут и подумают, А, теперь вы призываете женщин оставаться в своей традиционной роли домохозяйки несчастной, А мужа посылаете на работу. Ответ, да. Но с другой стороны, ответа нет. Да, потому что это действительно более естественное распределение обязанностей. И нет, потому что еврейский муж на самом деле должен помогать своей жене мыть, убирать, стирать и так далее. Но знаете что, не будем заострять и без того острую тему. А как, в принципе, этот вопрос распределения обязанностей решается? В еврейской семье есть совершенно другое решение этой проблемы. Кто, что должен выполнять в семье? Как и многое другое, решение тут зависит от духовного уровня самих супругов. Поэтому существует, по крайней мере, несколько решений этого вопроса. Решение первое. Оно очень-очень высокое. Это когда есть осознание, что семейные обязанности – это не мероприятие.